МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Легендарный бойцовский клуб Ахмат. Здесь готовят новых героев, лучшие бойцы и наставники мирового уровня. Тренируйся с нами и стань частью мирового ММА. Революционная 7. Ахмат – это сила. 30 июля ранним утром на Южном шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. Мужчина 79-го года рождения на Скании, двигаясь со стороны Заставной в направлении улицы Цеховой, не справился с управлением и врезался в световую опору. После столкновения транспортное средство опрокинулось на пассажирскую сторону. К месту ЧП подоспели очевидцы. О произошедшем они незамедлительно сообщили в экстренные службы. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть. Водитель был буквально раздавлен многотонным самосвалом. Чтобы извлечь тело из кабины Скании, понадобился кран. На месте трагедии работали полицейские и экстренные службы. 29 июля в микрорайоне Шульзовой на воде загорелся катер. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. К прибытию пожарно-спасательных бригад катер был полностью охвачен пламенем. Спасти транспорт не удалось. Он выгорел буквально за несколько минут. К счастью, сам владелец катера не пострадал. При обрушении кровли дома в Комсомольском районе никто не пострадал. 29 июля в Единую службу спасения поступил сигнал о частичном обрушении парапета кровли в многоквартирном доме по улице Мурысева. На место незамедлительно выехали службы МЧС, общественной безопасности, городского хозяйства и скорой помощи. В результате ЧП были повреждены остекления нескольких балконов. Жертв и пострадавших нет. В Переволодском районе на автодороге Самара-Оренбург произошла смертельная авария. Причиной ДТП стала невнимательность водителя 14-й. Из данных сотрудников ДПС стало известно, что мужчина на легковушке выехал на полосу встречного движения и врезался в КАМАЗ. Удар был такой силы, что 14-ю буквально разорвало на части. Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте. На трассе М-5 в результате столкновения иномарки грузовика пострадал один человек. ЧП произошло в Сергиевском районе. У Датсуна при обгоне автокрана получила повреждение одна из шин, в результате чего автомобиль занесло, он опрокинулся и врезался в грузовик. Пострадал водитель Датсуна, его травмы потребовали госпитализации. Дорожные полицейские призывают водителей соблюдать скоростной режим и воздерживаться от опасных маневров на дорогах. Управление Министерства внутренних дел России по городу Тольятти приглашает на службу в органы внутренних дел. Участкового уполномоченного полиции, оперуполномоченного уголовного розыска, оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков, инспектора ДПС, полицейского патрульно-постовой службы, полицейского кинолога, полицейского кавалериста, полицейского водителя. Собеседование с кандидатами по вопросам трудоустройства проводится в УВД по адресу Южное шоссе 26 ежедневно в 13.45. Телефоны для уточнения информации о наборе на службу вы можете видеть на своих экранах. Пристегни сам и пристегни ребенком. На днях во время проведения профилактического мероприятия сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль, в салоне которого двое несовершеннолетних детей были пристегнуты одним ремнем безопасности. Перевозить детей так нельзя. Одним ремнем пристегивать двух детей запрещено. ГИБДД отмечает, что каждую неделю за перевозку детей до 12 лет без детских удерживающих устройств сотрудниками ГАИ к административной ответственности привлекаются в среднем до 10 водителей. За подобное нарушение грозит штраф в размере 3000 рублей. А ведь на другой чаше весов жизнь маленького ребенка. Остается надеяться, что родители станут понимать, что ремень безопасности и удерживающие устройства, средства защиты проверены временем. Субтитры создавал DimaTorzok